В Кирове 12 часов и 4 минуты. Добрый день. Здравствуйте. Вас приветствуют Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Насыщенная у нас сегодня программа. Два часа продлится передача и несколько тем. Анонсируем их карасенько сразу же. Будем говорить сегодня в том числе о цивилизованном обращении с отходами, о сдаче вторсырья, пластика, бумаги и так далее. Повод конкретный для этого поступило от общественников предложение открыть еще один экопункт в областном центре. Один из самых известных и удачных экопунктов работает в нашем городе уже на Молодой Гвардии с полтора года. Активность очень большую проявляют горожане, в том числе и со сдачей вторсырьяют, поэтому инициатива такая появилась. Также будем говорить о брендировании региона. Что такое брендирование региона? Как обычный человек, обыватель это понимает? Я даже не знаю. Своим вопросом поставил себя в тупик. А чем известен ваш город? А чем известен? То есть говорим о чем-то осязаемом, то, что можно потрогать, увидеть, что-то конкретное. Ну а как? Вот если тебе говорят «Аргентина», ты же наверняка думаешь про танго, но его нельзя потрогать? Не, я сейчас в первую очередь подумал о музыкантах аргентинских, которых я люблю, уважаю и слушаю периодически. Потрогать ты их вряд ли можешь. Да. Там есть некоторые коррективы, вроде, собираются вносить. В частности, тут на неделе обсуждался с участием губернатора Кировской области такой бренд, как Кикимора. В этом отношении этот год такой активный сложился у нас. Фигурки соответствующие появились по городу. Ну, ладно, это все во втором часе. В первом часе также мы собираемся поговорить о капитальном ремонте. Накануне появилась интерактивная карта, где каждый из нас может прям вот увидеть список и прям на карте точечно усмотреть те адреса, те многоквартирные дома, где капитальный ремонт к 650-летию будет проводиться. Да, есть у нас один большой вопрос. Зачем? Ну, вот и попытаемся выяснить. Да, да. Ну, а начинаем с очень актуальной, важной, жизненно важной темы. Это распространение заболеваний, которые мы обычно называем одним словом, одним термином. Простудные заболевания. Тут в последнее время шквал просто информации и федеральных, и региональных СМИ. Ну, вот, в частности, сообщается о том, что страну нашу, уже большинство регионов, атаковал известный многие штамм гриппа H1N1, известный как... Свиной грипп. Свиной грипп, да. Любовь Басарыгина с нами на связи, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Хотим начать с понимания ситуации. Да, как обычно, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью, у нас и ОРВИ, и грипп, сообщений, повторюсь, масса. В первую очередь, нам вот напоминают, свиной грипп опасен для людей, у которых ослаблено здоровье, для взрослого поколения. Уже многие на карантине находятся, да, классы прям... Ну, вот мы сейчас узнаем, да, то есть, если кто-то на карантине, сколько учреждений на карантине, и насколько в Кирове, да, ситуация тяжелая, потому что вот из каких-то регионов, в том числе и из столицы, поступают сообщения, что прям значительный всплеск заболеваемости. И госпитализированных тоже очень много. Любовь Александровна, пожалуйста. Ну, если смотреть по итогам прошедшей недели, поскольку мы анализ заболеваемости проводим, скажем, с понедельника по воскресенье неделю берем, нами было отмечено, что у нас в Кировской области начинается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе у нас регистрируется грипп. Так, по итогам прошлой недели у нас заболеваемость среди совокупного населения по ОРВИ выросла на 12,2%. Причем, наверное, наибольший такой рост заболеваемости мы регистрировали в возрастной группе детского населения, это 7-14 лет. Здесь у нас заболеваемость неделю выросла практически на 25%. То есть это младший школьный возраст и среднее звено, да, еще? Да, это да. Захвачено. И также у нас отмечается превышение недельного эпид-порога, было зарегистрировано по совокупному населению на 16,8%, в том числе в основном за счет превышения недельного эпид-порога среди населения старшего возраста, это лица старше 15 лет. По коронавирусной инфекции мы на прошлой неделе еще по итогам видели незначительное снижение заболеваемости на 10%, но при этом уже отмечали рост заболеваемости в возрастных группах это школьники старшего возраста 15-17 лет, здесь у нас заболеваемость выросла на 28% и отмечали рост заболеваемости среди взрослого населения в возрастной группе 18-39 лет. А здесь у нас заболеваемость выросла на 15%. Любовь Александровна, если говорить о свином гриппе, вот этот H1N1, впервые о нем заговорили в 2009 году, тогда прокатилась такая волна, которую впоследствии, насколько я понимаю, тоже признали пандемией. Сейчас насколько все серьезно, и действительно ли он в предыдущие годы не циркулировал, то есть это какое-то возвращение? Обнаружен ли он вообще у нас в Кировской области? Конечно, у нас обнаружено для каждой инфекции, в том числе для гриппа, скажем так, существует своя цикличность, то есть есть периоды роста заболеваемости, есть периоды снижения заболеваемости. Высокую заболеваемость, как по всей Российской Федерации правильно сказали, мы видели в 2009 году, когда к нам впервые этот вирус был установлен, соответственно иммунитета у населения не было, и мы видели очень высокую заболеваемость с большим количеством осложнений, в том числе достаточно высокую летальность. Затем у нас был рост заболеваемости, вызванной данным вирусом, это у нас 16-17 год эпицезон, но учитывая, что в тот момент уже у нас вакцину, скажем так, вакцин уже были активны, против H1N1 мы видели рост заболеваемости, но он, конечно, был на порядок ниже, чем в 2009 году. На данный момент у нас в Кировской области по итогам прошлой недели, то есть на конец недели было уже подтверждено 5 случаев свиного гриппа, причем двое у детей, все заболевшие у нас были не привиты в этом сезоне, то есть, соответственно, скажем так, иммунитета у них не было к этому вирусу. А можно как-то сопоставить количество взятых проб и количество выявленных случаев? То есть 10 человек обследовали, у пятерых выявили свиной грипп, или речь идет о каких-то больших цифрах? Нет, это идет именно когда человек болит, он обращается в медицинскую организацию, врач, скажем так, смотрит, понимает, что у человека есть симптоматика гриппа и не обследуется на грипп. Вот у нас при таких обследованиях лечебными учреждениями, которые проводятся, были выявлены вот эти случаи, то есть они лабораторно подтверждены. У нас каждую неделю проводится Центр медианной эпидемиологии, в том числе сериологический, мониторинг, скажем, мониторинг среди здоровых лиц. И вот по результатам этого мониторинга у здоровых лиц мы пока вируса не выявляли. То есть это все у нас находки лечебных учреждений, то есть подтвержденные диагнозы. Давайте напомним, Любовь Александровна, чем опасен именно этот штамм гриппа и для кого он опасен в первую очередь? Есть ли у него какие-то характерные проявления? Да, возможно, нюансы. Ну, понимаете, у нас начало, скажем так, начало заболевания, оно типично как для простого ОРВИ, так и для гриппа, так и для коронавирусной инфекции, которая вызывается именно штаммом омикрон. То есть у нас слабость, головные боли, насморк, головокружение, может быть, ломота в костях. То есть это общая симптоматика. Соответственно, сам человек никогда не сможет определить или заподозрить, что у него конкретно, ковид, грипп и ОРВИ. Для этого, конечно, необходимо, чтобы осматривал только специалист. Очень опасно заниматься самолечением. Это связано с тем, что данный вирус, он очень быстро опускается в нижние дыхательные пути, и мы получаем либо осложнения, либо вне больничной пневмонии, которая именно вызвана данным вирусом, который очень тяжело лечится. Особенно он опасен для лиц с хроническими заболеваниями, он опасен для пожилых людей, поскольку иммунная система ослаблена, ну и, соответственно, для детей, поскольку у нас у детей, скажем так, иммунная система не до конца сформирована. Поэтому наибольшее количество осложнений мы именно видим вот в этих группах. Пожилые лица с хроническими заболеваниями и дети. Соответственно, именно этим группам мы больше всего рекомендуем, они должны быть привиты. Грибка может не защитить нас на 100%, особенно если дело касается человека с ослабленным иммунитетом, но она позволяет нам избежать тяжелого течения гриппа и, соответственно, позволяет нам избежать осложнений, что, наверное, в данной ситуации наиболее важно для организма. Человек может заболеть, но он может принести либо бессимптомно, либо перенесет это в легкой форме без осложнений. Ага, Любовь Александровна, и еще момент. Будет ли Роспотребнадзор, не знаю, настаивать на принятии тоже каких-то мер по недопущению развития эпидемии свиного гриппа? Для недопущения эпидемии любого гриппа, любого сезонного заболевания, в том числе гриппа, Роспотребнадзор мы принимаем меры еще начиная с конца летнего сезона и с конца августа. И, в первую очередь, это проводимая масштабная, скажем так, вакцинация населения, которая проводит все службы, которой задействованы все службы, и Министерство здравоохранения, и Роспотребнадзор, и, соответственно, это все находится на контроле. Нет, я имею в виду какие-то, возможно, ограничения, как были в ковидные времена, на посещение каких-то учреждений, массовых мероприятий, еще чего-то. Это не выход в ведение таких ограниченных мероприятий. У нас эти мероприятия при ковиде вводились в тот период, когда у нас не было вакцины против ковида, когда еще вирус, скажем так, был молодой, и многим был непонятен, поэтому эти меры были вынуждены, и тогда они были актуальны. Вирус гриппа, он нам известен. Как от него защищаться, это тоже нам полностью известно. И вводить вот именно таких мероприятий, как локдауны, мы вводили запрет на посещение театров, бассейнов, магазинов, а это сейчас не актуально, достаточно, вполне достаточно соблюдать элементарные меры, привиться, следить за соблюдением гигиены, например, чистота рук. Если вы возвращаетесь домой, промойте руки, умойтесь, промойте носовые ходы, то есть чтобы убрать вирус. Если мы с вами идем в поликлинику или в место, где большое скопление народу, например, у нас в транспорте, когда час пик, или в магазин вечером, когда там у нас очень много народа, актуально одеть маску, правильно одеть, после того, как мы вышли из общественного места, снять ее и выбросить. Это намного снижает риски. Того, что человек заразится, собственно. Конечно, конечно. Любовь Александровна, да, еще скажите, пожалуйста, в отношении ученических групп и групп в детских садах Роспотребнадзор будет, что называется, держать ухо востро. Сокрытый, да, уже кто-то на карантине. Да, например, накануне глава Роспотребнадзора на федеральном уровне Анна Попова рекомендовала переводить детей на дистанционное обучение, если 20% ребят, ну, собственно, каждый пятый, да, отсутствует на занятиях. Вот в этом отношении, да, можете пояснить. Эти меры проводятся у нас образовательными учреждениями. Перевод на дистанционное обучение, когда у нас 20 и более процентов детей отсутствуют в классе или в школе, он у нас прописан в санитарных правилах и был прописан в санитарных правилах по профилактике РИПОРВИ от 2013 года. И в новых санитарных правилах они прописаны. И образовательные учреждения здесь, и руководители, они прекрасно знают, что необходимо им делать. Еще в августе месяце мы им направляли письма, скажем, чтобы обновить необходимое мероприятие. А сейчас уже кто-то закрылся? Конечно. У нас как только начался сезон, у нас образовательные учреждения строго за этими следят. Например, на прошлой неделе у нас, с 28 по 4 декабря, в Кирове было закрыто 51 класс в 17 образовательных учреждениях. У нас отчеты от образовательных учреждений приходят в ежедневном режиме. Они нам сообщают, сколько детей заболело, какие классы закрыты, какие они мероприятия проводят. Вот на этой неделе, с 5 числа, которая началась у нас с вами, в Кирове закрыто 97 классов, 29 школах. То есть руководители образовательных учреждений, они в принципе все, что зависит от них, то, что они могут сделать, они эти мероприятия проводят. Единственное, что хотелось бы, конечно, попросить обратить внимание родителей, что, наверное, в этот сезон нужно быть более терпимым по отношению к тем мерам, которые вводятся в обязательных учреждениях. Потому что очень часто, например, мы получаем возмущенные звонки от родителей, которые, например, пришли забрать ребенка из школы. И они говорят, как там директор школы посмел потребовать, чтобы я одел маску. Но мы должны с вами понимать, что это дети. Мы с вами детей своих отдали в школу, и за здоровье ребенка, соответственно, в этот момент отвечает школа. И если в это время в школе введены какие-то карантинные мероприятия, которые в том числе относятся к масочным режимам, то образовательные учреждения вполне вправе от вас потребовать маску. И к этому нужно, наверное, относиться с пониманием, поскольку все эти меры направлены, в первую очередь, на захоронение здоровья наших с вами детей. Спасибо большое, Любовь Александровна. Да, благодарим вас. Любовь Басаргина с нами на связи была, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Ну вот какая, примерно такая картина, да, на данный момент рисовывается. Да, ситуация этой осени и начало зимы, она, видимо, вот специфика и заключается именно в том, что у нас одновременно несколько, за раз, извините за это простонародное слово, да, циркулирует и коронавирус, и грипп, и острая респираторная вирусная инфекция. Там очень много разновидностей, у каждого свой термин, прямо вот не упомнишь. И что ты именно можешь подхватить, ну, я не знаю, одному, наверное, да, известно Всевышнему. Кстати, по поводу ученических групп, группы в детских садах, вот накануне буквально вечером у нас, у меня лично, да, в родительском чате, в классе ребенок старший учится. Уважаемые, дамы и господа, на следующей неделе состоится общешкольное собрание по очень важной теме, профилактика ОРВИ и гриппа от каждого класса требуется по пять представителей, имеются в виду начальные классы, то есть по пять родителей, да, видимо, здоровых. Будут сотрудники Роспотребнадзоров с выступлением по данной теме. Ситуация с заболеванием сложная. Обеспечьте, пожалуйста, явку родителей на это мероприятие. Твоей семьи тоже, да? Ну, мы на больничном, да, сейчас мои дети на больничном, достаточно тяжело тоже. Детсадовцы идти, да? Да, детсадовцы. Вчера вот мы ездили к врачу даже, потому что я немного перенервничала. С температурой ездили? И температура, и кашель, и подозрение. Вызывали на дом, наверное, да, в первую очередь? Нет, так съездили уже, так, да, поехали вечером просто к врачу. На твой взгляд, состояние позволяло, да, здоровье? Жаропонижающие решают эти моменты, да, Ну, потому что дождаться врача очень сложно. Плюс у нас достаточно сложный район, поэтому есть проблемы с участковыми врачами. Вот. И когда есть какие-то подозрения на какое-то серьезное заболевание, я, конечно, ну, не полагаюсь на то, что участковый врач когда-то к нам придет. И везут ей куда-то сама, да. Лучше самостоятельно, да, обратиться в лечебное учреждение. Ну, Минздрав тоже в последние дни много уделяет внимания этой теме распространения простудных заболеваний. Вот как раз на днях глава Министерства здравоохранения, господин Мурашко, порекомендовал всем россиянам снова вспомнить про то, что маски медицинские, одноразовые, нужно в людных местах носить, пользоваться ими, не забывать про них. Видимо, ковид все равно как-то немного приучил, да, людей к этому, потому что вот даже, как говорю вчера, да, мы бы съездили в больницу, и в больнице были люди, детки были, кто был в масочках, вот кто кашляет, да, и мы тоже маску эту надели. Ну, то есть раньше ты как-то об этом не задумывался, а вот эти ковидные времена уже как-то научили заботиться не столько, возможно, даже о себе, сколько об окружающих, да, то есть кашляешь, надел маску, чтобы вот эти все свои вирусы, бактерии на людей не разбрасывать. Ну, я соглашусь, за два года пандемии коронавируса, я абсолютно привык к тому, что у меня в кармане всегда пара масочек имеется про запасы, заходя в магазин, заходя в какое-то общественное учреждение, уже автоматически рука в карман отправляется, достает масочку, все это занимает буквально несколько секунд, ну, не знаю, многие говорят, что это не спасает и так далее, и тому подобное, но... Но врачи ведь... Морально успокаивает, морально успокаивает, что ты наделаешь. Поэтому... Ну, вот ты приходишь на прием, у тебя же, да, если особенно в какой-то вот сезон, в зимний действительно просто приходишь к терапевту, неважно, к педиатру или к взрослому терапевту, к любому. Ну, к любому специалисту. И специалист чаще всего всегда сидит в маске. Чего это он? Так ведь так было и в доковидные времена. Это же не какое-то маски изобрели, не во время пандемии. Мы, к сожалению, у Любови Александровны не успели спросить, потому что время у нас было ограничено, все-таки общение не смогли, да, не успели спросить о том, что, собственно, способствует распространению. Но это, в первую очередь, коллективы, наверное, да? Чем больше людей, как это обычно бывает, да? Ну, судя по 97-м заболеваниям, да. По простудным заболеваниям, да. Тем быстрее распространяется. Мы надеемся, что в ближайшие дни снова к этой теме вернемся и в том числе попытаемся подключить к нашему разговору сотрудников нашего регионального министерства здравоохранения. Ладно, у нас следующая тема. Мы хотим поговорить сейчас про капремонт. Приуроченный, как мы последние недели, мне кажется, как обычно говорим, так, в библии города. Сейчас выясним, действительно. Владимир Климентовский с нами на связи, исполняющий обязанности министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области. Владимир Александрович, добрый день. Здравствуйте. Да, приветствуем вас, Владимир Александрович. О капитальном ремонте многоквартирных домов в областном центре в преддверии 650-летия Кирова говорится очень много. По-моему, 2-3 последнего года тема активно обсуждается и постоянно в средствах массовой информации появляются в том числе и цифры, сколько домов планируется отремонтировать. И цифры, по-моему, разнились на протяжении этого времени. Вот последняя информация, которая обсуждалась накануне в правительстве, речь идет о 216 якобы многоквартирных домах в городе Кирове. И накануне еще и интерактивная карта появилась, где прям можно посмотреть конкретный адрес, конкретное место дома, где капитальный ремонт будет проводиться. Ну, давайте по порядку. Действительно, этот масштабный капитальный ремонт правомерно приурочить именно к 650-летию. Ну, да, потому что задача поставлена привести внешний облик города Кирова в хороший вид. Поэтому и стоит задача провести капитальный ремонт. На карте отражены действительно объекты, которые мы планируем за счет фонда капитального ремонта выполнять в 2023-2024 годах. Если вы видели, то курсором можно навести и проведение капитального ремонта также будут отражаться на данной карте. Ну, давайте поясним слушателям, которые, возможно, еще эту карту не видели. Неблагодарное, конечно, дело в эфире, в радиоэфире, когда ты не видишь картинки, все это описывать. Но так или иначе, вот передо мной сейчас карта, да, карта, и основное, я бы даже сказал не основное, а, наверное, 96-8% сосредоточение этих многоквартирных домов, оно у нас в районе от Октябрьского проспекта на восток, то есть в сторону реки Вятки, историческая часть города, как ее принято называть. И если действительно посмотреть, понаводить курсор на каждый из адресов, то там, если не ошибаюсь, а нет, не везде все-таки, там у многих указана дата проведения капремонта с 12 декабря этого года по 1 сентября следующего 2023 года. Так ведь? А можно, наверное, уточнить, да, сколько таких объектов? Что, просите? Сколько таких объектов, да, которые предстоит вот за этот, ну, чуть больше года, да, чуть меньше даже? Нет, 24-й тоже сюда входит. Входит, да? Да, в 24-м году мы также будем продолжать. То есть всего у нас 216 объектов, из них 20 уже выполнено в этом году по приведению. Соответственно, порядка 120 объектов у нас уже охвачено работами в части разработки проектно-смертной документации. Вот. И, соответственно, задача стоит до конца года законтрактовать все объекты для того, чтобы в весенний-летний период 2023 года максимально вычислить работу. А вот это скромное, да, количество домов, которые были отремонтированы в этом году, оно с чем связано? Не было задачи начать этот капремонт сейчас? Или... Ну, просто тут 20 домов, а там дальше 100 с лишним. Это такая экономическая ситуация. В связи с колебанием в ценно-строительном рынке подрядные организации неохотно находили у нас в этом году на капитальный ремонт. В середине года были там приняты ряд мер, в том числе и организационных. Вот. Также привлечение дополнительных подрядных организаций, приведено со всеми переговоры. Также мы настроем, разработан нормальный, понятный порядок приемки этих работ, которые будут выполняться. Вот. И поэтому сейчас активность подрядных организаций на рынке, мы видим, что риск увеличился. А есть какие-то, да, вот прикидки там по графику, да, сколько объектов нужно, я не знаю, в месяц, получается, сдавать будет? Темпы немаленькие. Линейный график по объектам у нас находится в разработке. Мы его тоже планируем до конца года определить. Ну, точнее, разработать с определением всех средств подрядных организаций. А что такое линейный график? Поясните, пожалуйста, в отношении капремонта. Это по датам просто или как? Ну, то есть у нас есть точка празднования в 650-летиях. То есть это у нас 12 июня, да? 24-го года, да. Вот. Соответственно, когда мы определяем подрядную организацию, вот, есть определенные сроки по контракту, по каждому дому. Есть определенные контрольные точки. То есть когда у нас должна быть разработана проектно-смейтная документация, когда подрядная организация должна выйти на работу непосредственно на объект, ну и, соответственно, провести комплекс работ и сдача работ. То есть эти все даты и контрольные точки будут определяться данным датчиком. Ну, вот, Владимир Александрович, смотрите, да, почему мы, собственно, немного волнуемся по поводу сроков, да? Вот есть у нас программа капремонта многоквартирных домов, да, осуществляемая. Текущая, плановая, да? Плановая, да, вот эта программа многолетняя. И из года в год в эту программу каждый раз выносились дома, и каждый раз, каждый раз, не было ни одного года исключения, чтобы... Когда стопроцентные достижения, да, этого? Да уж какое там стопроцентов. Ну, треть, скажем, мягко говоря. И вот здесь тоже предстоит... Продолжение, продолжение. Я еще раз объясняю, что последние два года мы жили, во-первых, в разных экономических условиях. Да, Владимир Александрович... Да, был коронавирус. Владимир Александрович, простите, что я вас перебиваю. Я очень прошу оставаться еще с нами на связи. У нас сейчас небольшая будет пауза, но хочется, да, еще все-таки договорить и затронуть вот эти важные очень моменты. Пожалуйста, оставайтесь на связи, хорошо? Добрый день еще раз. Дарита Пузлиева. Владимир Сметанин. Да, говорим мы о капитальном ремонте многоквартирных домов в Кирове, который приурочен к 650-летию. И наш собеседник, он на связи по-прежнему, да? Владимир Климентовский, исполняющий обязанности министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области. Владимир Александрович, с нами ли вы? Да. Да, спасибо. Давайте продолжим общаться. Мы с Владимиром усомнились в том, что сроки сжатые позволят в полном объеме и вовремя выполнить все работы. Владимир Александрович, вы по этому поводу что скажете? Как будете все-таки добиваться соблюдения сроков? Ну, я еще раз говорю, мы провели ряд встреч с подрядными организациями, в том числе, как бы их услышали в части того, какие у них есть претензии непосредственно к организационной работе фонда. Вот, соответственно, еще раз говорю, сделали нормальный адекватный порядок приемки работ для того, чтобы у нас подрядные организации после выполнения работ не дали оплату их в течение двух-трех месяцев. Бывали такие случаи. Вот, соответственно, увеличили предельную стоимость по работам на фонде капитального ремонта. Ну, я еще раз говорю, сейчас активность подрядных организаций налицо. А много ли вообще подрядчиков тех, кто готов заниматься этими работами? При этом, насколько я понимаю, часть этих объектов относится ведь к объектам культурного наследия, правильно? Ну, вот предыдущий еще, да, в дополнение к этому вопросу, предыдущий руководитель фонда капремонта нашего региона говорил о том, что иногородние подрядчики зашли в этом сезоне к нам. Это верно? Ну, часть работ была там по конкурсу. У нас же открытые аукционы, скажем. То есть там на них заходят подрядные организации. Всего у нас в реестре подрядных организаций около 400. Активно работающих непосредственно на территории Кирилловой области порядка 40. Соответственно, сейчас проводим встречи, чтобы повысить активность подрядчиков. Скажите, пожалуйста, еще, Владимир Александрович, один из фундаментальных, наверное, вопросов. С него надо было начинать. Давайте напомним, а почему именно эти дома, вот эти в виде точек, размещенные на интерактивной карте, они попали в программу вот этого юбилейного ремонта? Ну, это историческая часть. Там, где у нас проходят, ну, во-первых, там в границах красных линий, а во-вторых, в точках сосредоточения людей и въездные ворота города. То есть это были основные параметры для определения капитального ремонта. На карте дома помечены синими, желтыми, красными символами, галочками, запятыми такими. В чем отличие? У каждого какой-то особенный... Синие — это у нас выполненные работы. А, выполненные уже. Да, синие — это у нас законтрактованные. Желтые — это у нас еще и не законтрактованные. И красные — это у нас объекты культурного наследия. Объекты культурного наследия, да. А вот это интерактивная карта, да? То есть ее цель какова? Просто посмотреть, есть ли твой дом в списке или нет? Ну, во-первых, нужно было создать визуальную картинку, что мы делаем и как мы делаем. Потому что если, грубо говоря, там людям показать просто адресный перечень, то целостные картинки того, что мы делаем, ну, наверное, не сложатся. Ну, как отремонтируете, когда, мне кажется, картинка будет более чем целостной? Да, поэтому и было принято решение для того, чтобы понять и, так скажем, ничего не упустить при проведении капитального ремонта. Соответственно, необходимо было визуализировать это. Когда контракты на капремонт, крайний, предельный срок, должны быть заключены? По всем объектам, ты имеешь в виду? По стопроцентно, да. По всем объектам мы ставим себе срок 31 декабря. 31 декабря, последний день уходящего 2022 года. А активная фаза работ начнется уже, видимо, с наступлением тепла? Нет, активная фаза работ в части разработки ПСД будем зимой. А зимой, так. А на работу, да, естественно, при потеплении будем выходить при спокойных условиях. То есть я так представляю, идя по городу, ты будешь видеть практически каждый дом, там что-то будет делаться. В общем, такая масштабная работа предстоит очень. Если эти работы будут завершены вовремя, да, и все будет сделано качественно. Может быть, Владимир Александрович, стоит дать какой-то, не знаю, рекомендации, какие-то советы непосредственно жителям этих домов, собственникам квартиры, как-то с пониманием относиться, наверное, нужно будет, да, к таким масштабным работам, не препятствовать, вот что-то в этом роде. Ну да, собственно, в принципе, решение уже принято, и я думаю, что жители нас поддержат, и за это огромное спасибо, надеемся все вместе, мы сможем изменить наш город к лучшему каждого числа 50 лет и привести как можно больше гостей. Ну вот, посмотрев всплывающие окна по каждым адресам, в принципе, в большинстве, наверное, ну или, по крайней мере, во многих адресах, по многим адресам набор работ, он типичен. Это фасад, это фундамент, это крыша и подвал получается, да? Ну да. А фасад подразумевается только лицевая сторона, да? То есть, если дом стоит вот на красной линии, получается только ту часть, которая на дорогу выходит, будут ремонтировать, да? Нет, почему? Если мы заходим на дом, мы его полностью делаем. Ага. Со всех сторон, соответственно, со всех сторон. Конечно. Да, а, кстати, я помню, активно обсуждались вот именно эти решения при ремонте фасадов, там говорилось о том, что где-то будут красить, ну, штукатурить сначала, сначала красить, выравнивать поверхность, где-то, возможно, применение вен, фасадов так называемых, да? Ну, вот, плиткой, что называется. По этому поводу можете что-то пояснить? Ну, да, у нас ведь дома разные, где-то есть штукатурка, где-то есть кирпич, где-то панель. Вот, соответственно, все эти решения непосредственно по паспортам фасадов у нас разрабатываются архитектурой администрации города, и с ними все это согласовывается. Ну, как бы, исторические издания, те, которые у нас большей части, это, наверное, по Октябрьскому проспекту, в Сталинке, это в любом случае штукатурка и покраска, для того, чтобы вид был один по кирпичу. Еще пока решение окончательно не принято, то есть при разработке проектно-смертной документации, будем смотреть, стоит ли его красить для того, чтобы создать целостный вид улицы, так скажем, что она была одному цвету. Поэтому подход будет индивидуальный по каждому фасаду. Ну и вопрос контроля качества выполнения работ, своевременности этих работ, тоже он будет на особом контроле, да? У вас как? Сейчас выполняется подрядными организациями фонда по контрактам. Поэтому сейчас будет необходимо принести отвертые предприятия для того, чтобы эту группу строительного контроля фонда создать. Спасибо большое, Владимир Александрович. Да, благодарим вас. Владимир Климентовский с нами на связи был исполняющий обязанности министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области. Да, напоминаю, что говорим мы сейчас о капитальном ремонте многоквартирных домов, который приурочен к 650-летию Кирова. Накануне появилась интерактивная карта. Сделана она, я понимаю, на базе Яндекс.Карт, да? И еще раз повторюсь, основная масса домов, где будут проводиться эти работы, она расположена в пределах от Октябрьского проспекта на восток, в сторону реки Вятки. Сроки достаточно сжатые. И на Октябрьском проспекте непосредственно очень много домов на протяжении от Профсоюзной, я смотрю, и до самой улицы Комсомольской. Ну и вот единственный такой кустик домов, который вдалеке от этой массы, это проспект... А, нет, это улица Производственная. Да, улица Производственная, дома 10, 11, 18, 8... Это где-то рядом с Воровского? Да, да-да-да, рядом с перекрестком Сваровского. Ну, это понятно, да, почему, потому что одна из центральных улиц, магистрали центральных улиц Производственной, соответственно, фасады, которые непосредственно с проезжей части видны, они должны быть приведены в достойный вид. На этом мы эту часть разворота завершаем, вернемся уже после перерыва. Редактор субтитров А.Семкин